друзья приветствую вас утренний обзор давайте рассмотрим текущие новости текущую ситуацию что ожидается сегодня и какие движения предполагается по рублю нефти доллару евро золоту и другим активом давайте начнем с календарика событий в 11 часов индекс делового климата айфио по германии соответственно влияние на евро и в 1530 базовые заказы на товаров длительного пользования сша но здесь общая экономическая ситуация и как и что происходит в американской экономике на самом деле сегодня и завтра достаточно тихие спокойные дни потому что в среду заседания фрс решение по процентной ставки и соответственно пресс-конференции и комментарии но конечно же никто процентную ставку повышать не будет снижать ее тоже не будут потому что это может создать определенные монетарные риски но тем не менее ожидается что будут достаточно мягкие глубины и комментарии пауэлла что по факту того как проблема с ковид будет в значительной степени решена или полностью решена но по крайней мере в соединенных штатах то они не будут закручивать гайки они дадут какое-то время всему этому побарахтаться покрутиться ну а текущие темпы вакцинации в мире соединенных штатах позволяют предположить что к первому июля ли к первому августа в соединенных штатов весьма вероятно вообще проблема с к видом будет решена то есть он будет сведен к такому минимуму когда он не будет представлять опасность и останется только разгребать последствия которые он создал так мы вот такая интересная закономерность что манипуляции фрс с инфляцией приводит коллапсу рождения соединенных штатах на самом деле я думаю здесь дело совсем другом то есть но инфляция конечно тоже и и колебания но скорее всего изменение рождаемости она связана с двумя факторами противоположными либо люди начинают жить значительно хуже чем жили либо значительно лучше в первом случае у них соответственно снижается окно возможностей для того чтобы заводить больше детей но во втором случае просто не до детей они радуются жизни наслаждаются ею так вот есть информация о том что грядет перезапуск байбеков если такое произойдет то для американского рынка откроются новые космические горизонты и будет он расти без всяких просадок так мы вот такая примечательная вещь рынок жилья сша стагнация вторичного рынка и в то же время безудержный рост первичного рынка там где строят дома с чем это связано ну это связано с тем что снижение процентных ставок по ипотеке она приводит тому что те люди которые являются хаус холдерами ну то есть кто живет в домах или кто возможно даже купил инвестиционных целях им ипотечный рынок интересен с точки зрения рефинансирования получения более низкой ставки ну и здесь в этой ситуации акцент по приобретению домов смещается в сторону первичного рынка и поэтому спрос на первичные дома значительно растет растут цены на пилом материалы на строительные материалы и текущая ситуация она как раз вот весьма примечательно тем что первичные продажи растут а вторичные продажи падают или находится в стагнации но пока не совсем ясно как эта ситуация разрешится но в любом случае все перекосы на рынках они приходят каким-то определенным движением рано или поздно не всегда однозначно предсказуемо но здесь как минимум первое что приходит в голову это то что будет ухудшаться экономической ситуации тех компаний агентств недвижимости и так далее которые сосредоточены на продаже вторичного жилья то есть те кто строит они сейчас в шоколаде те кто вторичкой занимается они получаются в депресс ники вопрос насколько это крупный сегмент рынка и насколько его депрессняк и банкротства повлияет в целом на состояние экономики текущая ситуация в соединенных штатах вызывает споры относительно того что будет с долларом как он будет вести себя относительно других валют потому что с одной стороны мы с вами имеем ситуацию когда соединенные штаты несомненный лидер по вакцинированию соответственно они быстрее выкарабкиваются из этой беды с другой стороны в европе тоже налаживается ситуация она начинает все больше и больше степени вакцинироваться и то что связано с инфляцией соединенные штаты сейчас пока лидер по росту инфляции и поэтому весьма вероятно что в обозримом будущем доллар будет уступать свои позиции евро и поэтому если рассматривать с фундаментальной точки зрения то сейчас в соединенных штатах рост инфляции идет быстрее чем в европе и где-то летом осенью европа по вакцинированию по степени защищенности от к вида догоняет соединенных штатов штаты и соответственно здесь включается новый фактор это экономическое восстановление европы более энергичная но опять же есть такой момент гладко на бумаге да в жизни все по-другому поэтому здесь конечно могут вмешиваться различные факторы которые могут заключаться в том что происходит какой-то внезапный крэш экономический черный лебедь так называемый это может случиться в китае несмотря на то что они отлично закрывают первый квартал там есть определенные проблемы связанные с устройством кредитной финансовой системы которые могут дать внезапный сбой в прошлом году осенью мы наблюдали когда подобные проблемы пытались разворачиваться их быстро заглушили когда там начинались дефолты но тем не менее нельзя это сбрасывать со счетов что такая ситуация она в любой момент может возникнуть и она может выйти из-под контроля давайте посмотрим что тут с новостями так но вот в китае намечается крупнейшая айпио которая связана с компанией занимающейся возобновляемой энергии зеленой энергетикой так но что еще интересного интересно то что биткойн из-за повышения налогов оказался под давлением но есть и позитивный момент в этом дело в том что сейчас идет очень сильный рост эфириума против биткойна и в ближайшее время весьма вероятно будет пробитие сформировавшиеся сопротивление и соответственно рост эфириума против биткойна поэтому фильм на текущий момент с моей точки зрения более интересен чем биткойн вообще с моей точки зрения он более интересен чем биткойн так но касательно ситуации пубик ойл крупные нефтяные компании сейчас они испытывают приток денежных средств но эти денежные средства они скорее всего не пойдут инвесторам то есть на дивиденды на байбеке и поэтому ситуация относительно роста в секторе big oil так называемого она пока под вопросом так друзья ну и российская повестка на прошлой неделе было заседание cb россии cb попали в инфляционную спираль о чем свидетельствует брошка у председателя cbrf вот но здесь конечно же будет наверное теперь регулярное повышение ставки ключевой потому что пытаются сбить инфляцию в россии инфляции в отличие от сша она не приводит позитивным экономическим последствиям вопрос только в том насколько эта борьба будет эффективной потому что инфляция издержек и общем то монетарными способами сбить очень сложно против нее единственно какой эффективный есть способ борьбы это создать экономический рост который в общем то будет превышать инфляцию и таким образом здесь вопрос инфляции будет решен если она не вредит то какая разница есть она или нет но в текущих реалиях такую модель воссоздать в россии не представляется возможным и поэтому если смотреть среднесрочный прогноз банка россии который он побы он опубликовал это по сути прогноз стагнации то есть это прогноз не развития не отскока а это прогноз постепенного сползания и соответственно если мы посмотрим какое здесь видение по ценам на нефть то центробанк российской федерации видит что нефть будет в районе 60 долларов за баррель бренд и соответственно потом она будет снижаться если нефть удерживается на таких ценах соответственно для россии будет затруднительно реализовывать арктические проекты потому что они все связаны напрямую с освоением запасов нефти газа и таким образом все это становится под вопросом целесообразность таких действий помимо этого в соединенных штатах сейчас бытует такое мнение что для того чтобы сланец американский не восстановился россия может попробовать различные маневры делать в части продажи по демпинговым ценам энергоносителей в китай и азию если такое произойдет и здесь возникнет точка конфликта то вполне вероятно что могут ввести даже эмбарго на покупку российской нефти и газа пока такой вопрос не обсуждается но в ближайшее время он может всплыть на повестке дня так друзья давайте перейдем графиком китайский фондовый индекс дневной таймфрейм сегодня показывает рост но по-видимому это связано с ожиданием решения фрс все раздухарились так далее балтик драй стоимость морского фракта но он как бы улетает в космос и это уже не есть хорошо так далее американские десятилетние трежерис всю неделю прошлого они падали сейчас они пытаются развернуться и немножко отскочить так друзья далее среди на американский фьючерс снг и здесь он пытается очередной максимум показать судя по сегодняшнему движению ну и здесь мы помним что есть волшебный уровень 4100 4000 80 который пока не пробивается здесь идет либо движение в диапазоне либо попытки нового роста на сегодня как бы заряд положительной энергии судя по всему будет толкать его наверх так но отдали индекс волатильности дневной график пока по нему торги не начались здесь закрытие предыдущей неделе она несколько сумбурное потому что но если на рынках позитив он должен идти ниже ниже он не идет ну значит что то ожидается так далее индекс доллара дневной таймфрейм здесь на текущий момент все отлично он не стал разворачиваться пробил поддержку которая здесь была и сейчас у него цель движения находится в районе 90 целых две десятых так друзья дали вопрос был по крипте смотрите по крипте все отлично получается на текущий момент ложный пробой по биткойна 52 тысячи соответственно если он сюда сегодня завтра забирается начинает торговаться это будет означать что в ближайшее время цель движения будет в начале 62000 потом перебивание максимума так ну вот эфириум дневной таймфрейм все отлично он после ложного пробоя возвращается в растущий канал и ближайшая цель движения находится в районе 2590 соответственно критерий остановки этого движения это коррекционный откат и пробитие 2150 2100 так друзья дали евро доллар здесь у нас вопрос ключевой на этой неделе будет не будет взят вот это значение 1 целый 23 исходя из дневного таймфрейма вот это движение она весьма вероятно сейчас будет развиваться критерий того что она не произойдет это коррекционный откат с пробитием 1 целое девятьсот девятнадцать девяносто один вот пока пробоя нету все откаты выкупаются и идем 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 к этой зеленой линии так друзья далее не в дневной таймфрейм здесь у нас идет движение в боковике 66 2565 соответственно пробой диапазон 64 565 уводит на 62 и 1 но на текущий момент здесь более вероятно либо движение в этом боковике либо попытка сегодня завтра пробой 66 25 и закрепление уже в районе 66 с половиной исходя из часового таймфрейма если не будет сейчас утра пробития 65 и 6 то нас ждет движение с целью по 1066 25 так друзья далее золото по золоту у нас сейчас идет борьба за 1780 вот если этот диапазон 1779 1780 с утра сейчас не будет пробит то у нас отсюда формируется отскок и цель этого отскока движения на 1787 и здесь закрепление если сейчас пойдет пробитие то цель движения будет в районе 1774 так друзья далее серебро по серебру немножко откатились но здесь ничего страшного нету у вас есть волшебный уровень 2585 если этот уровень не пробивается у нас отсюда так или иначе сегодня завтра пойдет движение на 26 и 6 и потом тестирование на пробой 26 73 так друзья далее рубль-доллар юзды ту мору сейчас возьму недельку смотрите мы открылись с откатом с укреплением рубля но тем ни менее не пробили минимум прошлой недели который был семьдесят четыре семьдесят четыре шестьдесят пять соответственно если такого пробоя не возникает мы отсюда будем отскакивать мы отсюда будем отскакивать и цель движения у нас будет поднятие на семьдесят пять и восемь если здесь у нас пробой вот это вот возникнет то у нас цель движения будет в районе 73 и 674 вот сюда вот эту область сейчас будет здесь ясность вноситься часовой таймфрейм пойдет не пройдет не поет пробить и 74 65 если мы сейчас ближайшее время его не пробиваем у нас отсюда возникает возвратный импульс движения сначала но 75 это понятно потом тестирование на пробой закрепление 75 и 3 вот сюда вот в эту область если здесь пробой все-таки возникнет пока я думаю для этого основания нету для того чтобы это произошло нужно ну нужен сильный рост в нефти его пока не предвидится сильного не предвидится то соответственно если все таки вот этот пробой возникает у нас цель движения 74 и один я думаю такой сценарий менее вероятный с утра сейчас днем движения либо в боковике либо попытка куда-то сюда отскочить далее евро рубль дневной таймфрейм но смотрите вот у нас так вот этот диапазон толком и не пробили 95 90 67 сейчас скорее всего движение будет в районе 90 85 90 67 если сейчас выходим на добить и 90 с половиной то можем сегодня краткосрочно сходить на 90 35 я думаю такой сценарий менее вероятен более вероятен вот здесь движение в этом диапазоне ну или переходя на часовой таймфрейм если сейчас с утра не будет поступательного движения на пробитие вот этого диапазона 95 90 63 то соответственно у нас цель движения к обеду сходить вот сюда и закрепиться выше этого уровня если все таки мы его пробиваем то наиболее вероятно пойдет движение цель которого будет по 1092 90 вот этот диапазон я думаю все таки пока здесь наверное будет про торговка либо вот в этом диапазоне либо возможно вот здесь вот в этом диапазоне которые пытались сегодня с утра пробить так друзья дали ртс фьючерс здесь юрики сделали ставку на рост и поэтому с утра если будет пробой 149 сейчас в ближайшее время и закрепление то у нас отсюда цель движения в районе 152 тысяч если вот этот пробой не происходит то у нас отсюда идет коррекционный откат и цель этого отката возврат в район 148 147 500 так друзья далее сбербанк посмотрите здесь ситуация конечно по сбербанку очень интересная как бы если опираться на дневной таймфрейм то сейчас должен отсюда произойти коррекционное движение цель которого 287 но если на открытие у нас идет пробитие 294 то весьма вероятно отсюда будет либо задер либо движение с попыткой остаться на 296 конечно здесь большей степени я думаю более вероятен отбой и движение вот в этом боковике хотя вот здесь пошел импульс движения этот импульс движения до отработки 296 себя еще не исчерпал но если переходить на четырех часовик здесь все таки получается больше вероятность того что с утра пойдет движение наверх дневка показывает на то что должен произойти коррекционный откат более короткий таймфрейм и часовик четырех часовик указывают на то что здесь собственно говоря все готово для того чтобы сделать задерка там по ситуации либо закрепиться либо откатиться на 287 так далее газпром дневной таймфрейм здесь исходя из дневного таймфрейма намечается движение цель его потестить 238 едва вообще у газпрома если посмотреть у него в общем то наметилась траектория движения на 256 256 254 в каком случае планы могут испортиться если будет коррекционный откат и пробитие 220 219 во всех остальных случаях я думаю будут выкупать и гнать наверх так друзья ну и далее втб нынешняя звезда здесь у нас цель движения находится на 5 целых две десятых пять целых три десятых соответственно вопрос сегодня сейчас будет не будет этот уровень взятый произойдет здесь закрепление вероятность того что он будет взять взят высоко насчет того как закрепиться не закрепиться посмотрим как будет сегодня идти торговый день но и переходя на дневку здесь вот получается диапазон который пока не пробивается все вот эти движения они будут выкупаться и будут его сюда натягивать а там уже по ситуации вообще сколько он находился в боковике здесь по идее должны и на 6 целых 70 копейки загнать поэтому здесь еще окно возможности я думаю остается друзья в общем то все основные активы спасибо за внимание успешных торгов